Всем привет! Сегодня играем в игру Dominion. Это колодостроительная игра. Перед нами следующие стопки карт. Карта с победными очками. Это поместье, герцогство и провинция. Карта сокровищ или денег. Это медь, серебро и золото. Карта проклятий. Не буду использоваться в данной игре. Карта для сброса. И также 10 стопок карт действий, о которых чуть позже. Единственное что, стоимость каждой карты действия указана в левом нижнем углу. Здесь это 2, здесь это 4 и так далее. Каждый игрок начинает с колода, состоящей из 7 карт меди и 3 карты поместья. Колода перемешивается. И игра происходит следующим образом. Из сверху колоды мы вытаскиваем и выкладываем 5 карт. Это означает, что во время данного ухода у нас есть 4 монеты, которые мы можем потратить на что-то, что находится на игровом столе. Значит, игра заканчивается тогда, когда либо заканчиваются карты провинции, и каждая из карт провинции стоит 8 монет. То есть в начале игры мы не можем ее купить. В игре для двух игроков здесь у нас 8 карт провинций. Или же заканчиваются 3 любые стопки. То есть либо заканчиваются провинции, либо 3 любые стопки. После этого считаются победные очки. Победные очки у нас на картах. Вот такие вот. Все остальные карты у нас сделаны только для того, по сути, чтобы получать больше карт с победными очками. Итак, у нас есть 4 карты, 4 монеты. Мы можем что-то приобрести. Например, мы хотим приобрести вот такую карту церебра. Она стоит 3 монеты и даст нам потом 2 монеты. Итак, карта считается приобретенной. Все карты уходят в личный сброс игрока. И ход переходит к следующему. Точно такая же колоду второго игрока. Он ее перемешивает. Выкладывает 5 карт. Итак, у него есть 3 монеты. Он точно так же берет карту серебра. И эти карты уходят в его личный сброс. Так, следующий игрок выкладывает 5 карт. Ему попало 3 монеты. И, ну, ради разнообразия возьмем одну карту действий. Одну карту действий, например, мы возьмем карту деревни. Карта деревни дает нам возможность вытянуть еще одну карту. То есть, например, если бы это одна из этих карт была карта деревни, то мы бы могли к этим 5 картам давать еще одну из нашей колоды. И также мы можем сделать еще 2 действия. То есть, которые представлены картами действий. Итак, мы купили карту деревни. Эти карты уходят в сброс. И, как видно, у первого игрока закончилась колода. Значит, он берет весь его личный сброс. Опять тасует, перемешивает. И это становится его колодой. Таким образом, те карты, которые он купил, теперь окажутся в последующих ходах у него перед ним. И он сможет ими воспользоваться. Итак, 5 карт второго игрока. Это 4 монеты и 1 карта по месте. Итак, 4 монеты. Ну и игрок, например, купит карту реконструкции. Итак, личный сброс. Точно так же у него закончилась колода. Это означает, что мы перемешиваем сброс. И этот сброс теперь станет нашей личной колодой. Колодой второго игрока. Так. Вкладываем 5 карт. Первый игрок. 4 монеты. Ну и опять-таки для разнообразия возьмем кузницу. Это 4 монеты. Кузница дает нам возможность взять еще плюс 3 карты. То есть к 5, которым выложили, если одна из них является кузница, можно взять еще 3 карты. Это уходит в личный сброс. И играет второй игрок. 5 карт. И нам попалась карта реконструкции. Одна из этих 5. Это карта действия. Поэтому что она нам дает? Мы можем выбросить одну карту из руки. То есть, которая у нас здесь есть. И мы можем вместо нее приобрести карту, которая стоит на 2 монеты дороже. Ну, ради примера сделаем таким образом. Возьмем карту. Возьмем карту с победными очками. Поместья. Значит, она стоит 2 монеты. То есть, выбросим ее в мусор вот сюда. И теперь мы можем приобрести карту за 2 плюс 2. 4 монеты. Ну, например, мы возьмем карту ополчения. Возьмем карту ополчения. Она уходит в наш личный сброс. И мы можем купить что-то за 2 монеты. Например, мы купим карту ров. Итак, все карты уходят в сброс. И первый игрок укладывает 5 карт. Итак, карта действия дает нам деревня. Дает нам возможность взять еще одну карту. То есть, мы добавляем еще одну карту. И также у нас есть еще возможность выполнить 2 действия. Но, к сожалению, карт действия у нас больше нет. Нет. Поэтому, значит, за 3 монеты мы покупаем одно серебро. Так, уходит сброс. И. Так. В данном случае у нас попалось 6 монет. Ну, за 6 монет мы возьмем одну карту золота. Такой сброс. Так, открываем одна карта. У нас опять закончилась колода. Мы перемешиваем колоду сброса. Добавляем до 5 карт. Так, у нас есть 4 монеты. Ну, и, например, мы возьмем карту... Ну, пусть это будет карта дровосек. Карта дровосек дает нам плюс 2 монеты к тому, что у нас имеется. Например, если бы вот эта карта была карта дровосек, то мы бы могли купить что-то не на 4 монеты, как сейчас, а на 6 монет. Плюс она нам дает возможность купить еще одну карту. Не одну карту, а две за ход. Так, мы купили. Это уходит сброс. Второй игрок. Две карты. Колода закончилась. Перемешиваем колоду опять. Так. 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 Добавляем. Итак. У нас есть карта ополчения. Значит, эта карта... Мы сейчас не будем атаковать, но сделаем следующее. Значит, 4-5 монет у нас в наличии. Плюс эта карта дает нам еще 2 монеты. То есть, у нас есть 6 монет. Мы... Вернее, 7 монет. И мы возьмем... Ну, хорошо. Мы возьмем карту золота. И так. Первому врагу попалась карта кузница. Это означает, что он может взять дополнительно еще 3 карты. Так. Берем 3 карты. Нам попалась карта действий. Но мы не можем, к сожалению, ее сделать, потому что у нас дополнительного действия не было. А действия можно выполнить изначально только одно. Так. У нас есть 5 монет. И за 5 монет мы купим герцесла. Таким образом играется игра Dominion. Опять же, когда заканчивается стопка карт провинции, или же, когда заканчиваются 3 любые стопки на столе, игра заканчивается, ведется подсчет очков. Мы считаем очки, которые у нас есть в колоде. В данном случае у первого игрока будет, если бы сейчас был конец игры, то у первого игрока было бы 3 плюс 3, 6 очков. У второго игрока, если бы сейчас закончилась игра, было бы 1, 2 и все. Два очка, и первый игрок выиграл бы 6 против 2. В таком вот очень простом объяснении играется Dominion.